В правительстве на Всероссийском селекторном совещании подвели итоги экзаменационной кампании 2015 года. В целом она прошла честно и объективно. Глава Рособранадзора Сергей Кравцов заявил, что общее количество нарушений на ЕГЭ снизилось по сравнению с 2014. И подробнее об этом он рассказал в интервью на нашем канале. Сергей Сергеевич, можно вас поздравить с окончанием напряженного периода сдачи единого госэкзамена. Как вы оцениваете результаты этого года с точки зрения честности и объективности? Я думаю, прежде всего надо поздравить всех выпускников школ, которые успешно в этом году сдали единый государственный экзамен. Он прошел максимально объективно и честно. И та объективность, которая была в прошлом году, стимулировала к тому, что дети лучше стали учиться. Они меньше планировали использовать мобильные телефоны, шпаргалки, либо кимы из интернета. Потому что никаких утечек не было в прошлом году, никаких утечек экзаменационных материалов не было в этом году. Поэтому объективный экзамен – это стимул к повышению качества образования. Отрадно, что по русскому языку увеличились баллы средние по единому государственному экзамену по литературе. Это мы также связываем с введением сочинения. В этом году во всех школах ученики в декабре писали сочинение как допуск к единому государственному экзамену. В этом году мы увеличили в два раза онлайн-наблюдение по сравнению с прошлым годом до 71%. И это позволило максимально единый государственный экзамен сделать открытый. Даже те нарушения, которые были выявлены в некоторых регионах по списыванию, результаты этих работ были аннулированы. Мы в следующем году планируем увеличить онлайн-наблюдение. Также в этом году была использована в 30% пунктах проведения экзамена технология печати контрольно-измерительных материалов непосредственно перед началом экзамена. Это исключает проблему утечек и минимизирует человеческий фактор в доставке экзаменационных материалов. В следующем году мы планируем эту технологию расширить более чем в 50% пунктах сдачи единого государственного экзамена. И также мы планируем по другим предметам, так же как и в русском языке в этом году, отказаться от тестовой части по информатике, географии. Сейчас обсуждение со специалистами происходит, по каким предметам мы в следующем году откажемся от тестовой части. Вы начали говорить о системе видеонаблюдения, но чем объяснить отдельные нарушения, например, кадры из Мордовии, которые обошли интернет, где школьники доставали шпарогалки и пользовались мобильными телефонами. Значит ли это, что ученики пока еще не готовы к контролю? Во-первых, все нарушения были выявлены онлайн-наблюдателями Республики Мордовия и были приняты соответствующие решения в отношении участников, к сожалению, единого государственного экзамена и организаторов. Мы вели с начала учебного года и в прошлом учебном году информационную работу о том, что нельзя пользоваться мобильными телефонами, потому что в разных условиях оказываются выпускники, кто-то воспользовался шпаргалкой, кто-то нет. Для нас важно, чтобы выпускники ориентировались на свои знания. Но, тем не менее, такой факт есть, и я думаю, что вот это будет определенным уроком для тех выпускников, которые в следующем году будут сдавать единый государственный экзамен, и уже более ответственно школьники будут подходить к выбору своего будущего. Нас, конечно, интересуют свежие данные. Какие предметы в этом году сдавали лучше, а какие, может быть, еще нужно подтянуть? Как я уже сказал, по большинству предметов средний тестовый балл по сравнению с прошлым годом улучшился, прежде всего по русскому языку и по литературе. Что касается остальных предметов, то они примерно результаты сопоставимы с прошлым годом. Никаких аномальных результатов по 100-бальникам, высокобальникам в этом году не проанализировали. Сейчас мы еще анализируем результаты по апелляциям, по резервным дням, но я думаю, что статистика принципиально не изменится. Какие новшества планируются в следующем, 2016 году? Серьезных изменений в следующем году в едином государственном экзамене мы не планируем вносить. После завершения приемной кампании будут объявлены та модель проведения экзамена 2016 года. Как я уже сказал, она в основном будет та, которая была в этом году. Мы продолжим практику отказа от тестовой части по предметам по выбору. Сейчас обсуждаем, какие это будут предметы, увеличим онлайн-наблюдение и расширим практику печати контрольно-измерительных материалов непосредственно перед экзаменом. Говорили о возможности сдавать и пересдавать ЕГЭ в течение года. Расскажите подробнее об этой инициативе. Действительно, такие предложения к нам поступали. Вы знаете, что 14 февраля мы провели экзамен по русскому языку и географии. И в сентябре, в конце сентября у тех школьников, которые не сдали ЕГЭ по русскому языку, по математике, будет возможность пересдать экзамен. А для тех ребят, которые хотят улучшить свои результаты по этим предметам, будет такая возможность тоже предоставлена. Может ли в следующем году измениться список обязательных предметов? Уверен, что список обязательных предметов, а это русский язык и математика, останется неизменным. А уже после 2016 года может ли список обязательных предметов претерпеть изменения? Есть решение по введению обязательного экзамена по иностранным языкам с 2020 года. Что касается других предметов, то эти вопросы обсуждаются. Одно из нововведений этого года – возможность сдавать математику по базовому или профильному уровням. Оправдало ли себя это новшество? Давно обсуждали этот вопрос. Это было предложение Ассоциации учителей математики. И мы пошли на этот шаг. Базовый уровень для тех, кому не нужна математика для поступления в высшие учебные заведения. Профильный уровень – это, соответственно, экзамены для поступления в высшие учебные заведения. Была проведена вся необходимая подготовительная работа. Были опубликованы демоверсии измерительных материалов и особых проблем, либо сложностей в организации. Экзамена в этом году не было. Была введена устная часть экзаменов по иностранному языку. Какие организационные сложности пришлось преодолеть в связи с этим? Идея введения устной части по иностранным языкам тоже давно обсуждалась. Мы впервые реализовали технологию сдачи иностранных языков по устной части. Это очень важное изменение в едином государственном экзамене. Было задействовано 1600 пунктов проведения экзамена. Мы неоднократно опробировали и дорабатывали технологию. Но так как эта технология впервые была введена, то, соответственно, могли быть определенные моменты, которые мы обязательно учтем в следующем году, чтобы их не допустить, чтобы экзамен здесь прошел максимально без каких-то вопросов. Благодарю вас за интервью.